Сегодня в эфире. Как выжить в ДТП? В третьей категории – перечень медицинских показаний к управлению транспортным средством. Так, в числе прочего, россиянам разрешат управлять автомобилем с ручной коробкой передач при ампутации обеих голеней или бедер, параличе или порезе ног, слоновости, а управлять машиной с «автоматом» разрешат россиянам без пальцев, кистей или стоп. Машины, оборудованные акустической парковочной системой, можно будет водить россиянам, которые видят только одним глазом. Как вызвать «скорую помощь» с мобильного телефона, читайте здесь предложенные Минздравом противопоказания к вождению несколько облегчают право россиян управлять автомобилем. Из списка противопоказаний или ограничений исчезли некоторые заболевания, в том числе астма, дальтонизм, глоукома и другие. Обсуждение законопроекта продлится до 1 мая.